Сотрудники полиции фиксируют существенный рост мошенничеств и краж денег с банковских карт у жителей региона. С начала года зарегистрировано около полутора тысяч таких преступлений. В условиях пандемии преступники придумывают новые схемы обмана. О чем нужно помнить и как не стать жертвой мошенников, об этом в следующем репортаже. Рост такого вида преступлений на территории региона впечатляет. По данным полиции число мошенничеств с начала года увеличилось почти на 33%, а краж с банковских карт почти на 250% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И если раньше жертвами злоумышленников становились, как правило, пожилые жители региона, то теперь в группе риска все категории граждан. Люди ведутся на смс или телефонные звонки, поступающие им якобы от службы безопасности банков. Хотя сами банки постоянно напоминают, их служба безопасности никогда не звонят клиентам. Терпевший не осознает, что он разговаривает не с реальным сотрудником банка, а разговаривает с злоумышленником, распространяет личную информацию, контактные данные. Они нередко, нарушая установленные правила, разглашают CVV-код, это код безопасности опубликованного на 3-й стороне банковской карты, и PIN-код. Таким образом открывает свой электронный кошелек, и мошенники посещают необходимую сумму денег на следы. Полиция предупреждает, будьте предельно внимательны при покупке или продаже товаров через интернет. Пользуйтесь только проверенными официальными сайтами. Опасайтесь взлома мошенниками ваших страниц в соцсетях. Не открывайте смс с неизвестных номеров. Так внедряется вредоносный вирус. Потерпевший открывает данное видеоизображение, позволяя вредоносной программной системе внедриться в мобильное устройство, определить банкинг, которым пользуются потерпевшие, списать необходимую сумму денежных средств и потом самоудалиться. Мошенники идут в ногу со временем, наживаясь на страхах или тяжелом материальном положении людей в условиях пандемии. 18 мая в полицию обратилась жительница области с заявлением о списании с ее счета денежных средств. Эта женщина на неустановленном сайте обнаружила ссылку с предложением денежной компенсации гражданам в условиях пандемии. Женщина попала на сайт дублер, копирующий официальную страницу. Сообщив мошенникам персональные данные банковской карты, она не только не получила обещанную компенсацию, но и потеряла накопленное сбережение. Все компенсации, предупреждают полицейские, оформляются только через портал «Государственные услуги». Обычно имя сайта дублера практически полностью копирует название настоящего портала, отличается одним или несколькими символами. Еще одна пожилая жительница Верхневолжья стала жертвой мошенников, предложивших пройти тест на коронавирус. И вновь преступники получили от своей жертвы код доступа к банковской карте. А пенсионерка не только не прошла тест, но и лишилась накоплений. Полицейские напоминают, желание пройти тестирование на вирус должно исходить только от вас. Если вы обратились в какую-либо организацию, чтобы пройти этот тест, в этом случае вы оплачиваете свои услуги. Если прохождение теста назначено врачом, то это проводится дистанционно, так скажем, бесконтактно с гражданином и бесплатно. Еще раз напоминаем, если вы предполагаете, что вам звонят мошенники, немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в ваш банк. Обратиться сразу по телефону контактного центра, опубликованного на тыльной стороне банковской карты в свою банковскую организацию и по возможности посетить банковский офис. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать свои личные персональные данные и выполнять манипуляции мошенников. Это приведет к хищению денежных средств. Если вы все-таки стали жертвой преступления, незамедлительно звоните в полицию по телефону 02 или 102. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...